Здравствуйте, Роман Муратович. Здравствуйте. Как сотрудники ГИБДД осуществляют безопасность на курорте для туристов? В первую очередь это проведение различных оперативно-профилактических мероприятий, предотвращение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, и водители, которые пренебрегают правилами перевозки детей, вообще перевозки пассажиров, несоблюдением скоростного режима. Стараемся с этим бороться. Скажите, пожалуйста, каким должен быть сотрудник ГИБДД для туристов, чтобы не отбить желание возвращаться к нам снова на курорт? Сотрудник ГИБДД это в первую очередь точно такой же сотрудник полиции, а сотрудники полиции должны вежливо и тактично обращаться с нашими гражданами. Но в то же время и граждане должны понимать, если они нарушают правила дорожного движения, либо совершают какое-либо преступление, правонарушение, что за этим может последовать санкция. Роман Муратович, у вас есть статистика, из какого региона туристы больше всего нарушают правила дорожного движения? Как таковой статистики прям нет. В принципе, водители нарушают все одинаково. Можно сказать, там определенную какую-то группу водителей невозможно. Отборку, так скажем, сделать невозможно. Все нарушают одинаково. Неважно, с какого это региона. Ставропольский край, Краснодарский, Московская область, либо наши местные жители. Есть ли специальные правила путешествий на автомобиле по Кавказу? Правила, как таковы, конечно же, есть. Это правила дорожного движения, в первую очередь. Любой водитель должен соблюдать их. Обращать внимание особое на знаки, придорожные знаки, которые установлены на территории Зеленчугского и Рубского района, да и на территории Карачаева-Черкесии в целом. Знаки, такие как вольный выпас животных, либо что животное может дикое выйти на дорогу. Водители должны быть внимательнее в этом плане. Также водители должны соблюдать пункт правил 10.1, правил дорожного движения Российской Федерации. Они должны следить за скоростным режимом, за своим транспортным средством и так далее. То есть, в совокупности, если водитель будет придерживаться всех этих правил, то, в принципе, мы сможем снизить количество ДТП, рост ДТП мы точно сможем снизить. В каких случаях и где инспекторы ГИБДД вправе останавливать транспортное средство в горах? Причина остановки или существуют ли запрещенные участки дороги для остановки? Да, существуют такие участки дороги. Инспектор должен останавливать транспортное средство таким образом, чтобы транспортное средство, остановившись, не нарушало никаких правил дорожного движения. То есть, правил остановки стоянки, в первую очередь. Транспортное средство не должно нарушать правила дорожного движения. Водитель транспортного средства. Запрещается останавливать транспортные средства на мостах, в туннелях, очевидно. То есть в местах с ограниченной видимостью, в темное время суток без освещения, на перекрестках, на аварийно опасных участках дороги. В таких местах останавливать транспортные средства запрещено. В какое время большой поток туристов? Поток туристов в данный момент, вообще на протяжении всего года наблюдается большой поток туристов. Что в летний сезон, что в зимний сезон. Есть небольшой период кратковременный межсезонья, когда туристов меньше, но их все равно много. Трасса очень загружена. И федеральная автодорога Майкоп-Карачаевск, и федеральная автодорога ФАД-Подъезд-Концуар-Хыск. Обе эти дороги очень загружены. Именно в Зеленчукском районе, в поселок Архыск, поселок Романтик. Кем определяются места для дежурства и есть ли нормативы? Расстановкой сил и средств занимается либо начальник подразделения госавтоинспекции районной, либо командир отдельного взвода. Вот как у нас получается, у нас в Зеленчукском, Урубском районе территория обслуживания отдельного взвода ДПС. И, соответственно, командир этого взвода совместно с начальником ОГИБДД занимаются расстановкой сил и средств. Стараются делать расстановку таким образом, чтобы охватить все очаги аварийности, которые присутствуют у нас в Зеленчукском, Урубском районе. Таким образом, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий, снизить последствия. Роман Муратович, как туристы реагируют, когда, например, вы хотите осмотреть их автомобиль? Никаких таких казусных ситуаций я не могу припомнить, честно сказать. Так же, как и все водители, так же, как и граждане всей Российской Федерации. Все согласно нормативно-правовых актах делается. Каждый водитель должен понимать, что если инспектор по требованию водителя просит, либо производит осмотр, либо производит досмотр транспортного средства, это все делается только из-за служебной необходимости, а не из-за какой-то прихоти самого инспектора. Туристы приезжают в горы, чтобы отдохнуть и, естественно, расслабиться. Есть ли те, которые хотят сесть за руль автомобиля пьяными? Имеется. Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения и также садятся в состоянии какого-либо опьянения за руль. Это категорически запрещено нашим законодательством, законодательством Российской Федерации. Но, к сожалению, не все водители правил этих придерживаются. Но наш отдел ГИБДД с такими нарушителями борется. Они есть. Мы стараемся искоренить это. Стараемся. Этих водителей, так сказать, ловят. И в виде санкций на них накладывается и в виде лишения права управления. В зависимости от того, под санкцию какой статьи попадает человек, будучи либо лишенным права управления, садящийся за руль. Это уже уголовное преступление идет за это. Скрывать тут нечего. К сожалению, да, водители ездят. Но стараемся с этим бороться. В первую очередь человек должен понимать, что если он в состоянии какого-либо опьянения садится за руль, он автоматически внесет опасность не только он, а его машина. Машина является источником повышенной опасности на дорогах общего пользования. А когда водитель еще находится в состоянии какого-либо опьянения, то есть в неадекватном состоянии, это может привести к катастрофическим непоправимым последствиям, если водитель будет управлять транспортным средством в таком состоянии. Водители должны это понимать. И хотел бы попросить, чтобы все водители и гости нашей республики, и жители нашей республики соблюдали в этой части правила дорожного движения. И трезвыми всегда ездили за рулем. Правила дорожного движения наиболее часто туристы-водители нарушают в горах. Более, наверное, распространенные из всех нарушений. Это, наверное, превышение скоростного режима. Водители также не учитывают особенности местности, рельефа. И, к сожалению, иногда это приводит к последствиям в виде дорожно-транспортного происшествия. Очень много съездов с дороги. То есть, когда участник ДТП, машина и водитель один, в принципе, второй машины нет. То есть, это сразу говорит автоматически о том, что водитель какими-то правилами пренебрег. Если при его вождении произошло ДТП. То есть, вот. Часы ДТП, скорее всего, в зимнее время? Или нет такой статус? Скорее, да. В зимнее время больше, чем в летнее. Скорее, да. Потому что, все-таки, как я уже сказал, особенности рельефа, местности, дороги. Также иногда происходит обледенение внезапное. То есть, дорожные службы у нас работают на регулярной основе. Там просыпаются дороги и очищаются. Но иногда, так скажем, погода, штука такая непредсказуемая. Иногда происходят какие-то моменты, когда дорога обледеневает. Какую работу вы проводите по перевозке с туристами? Работы проводятся в плане предотвращения, так скажем, нарушений правил дорожного движения. Проводятся работы и с самими туристами, то есть, гостями нашей республики. В туристических районах, таких как Архыз, поселок Романтик. Проводятся работы и в плане, в каком? Раздаются листовки на тематику безопасности дорожного движения, связанные и с перевозками, и правил перевозки пассажиров, правил перевозки детей, правил дорожного движения в целом, правил проезда перекрестков и так далее. Также гостям нашей республики и местным жителям разъясняется то, что мы поднимались в так же тему, что езда в состоянии какого-либо опьянения со всеми проводятся беседы и просто с частными лицами, кто на своем транспортном средстве ездит, также и с работниками на какой-либо технике в обязательном порядке это все проводится. Также не только мы проводим какие-либо мероприятия, и технический надзор проводит свои мероприятия, и МЧС также взаимодействие производится с нашим ГИБДД. Проводятся и беседы профилактические, и проверки также организаций, которые осуществляют деятельность по перевозке, предоставлению услуг, скажем так, перевозке пассажиров туристического характера. Это такие как джиппинг так называемый, квадроциклы предоставляются, снегоболотоходы, снегоходы и так далее. Когда они предоставляют такого рода услуги нашим гостям уважаемым, то они должны обеспечивать полностью их безопасность. То есть, например, как езда на квадроцикле, вот как пример, если привести, группа туристов, скажем так, должна двигаться в колонне, строго в колонне, с инструктором в любом случае. На них должны быть все средства индивидуальной защиты, такие как шлема, налокотники, наколенники. То есть, инструктор должен произвести инструктаж. И они должны передвигаться, соблюдая все правила дорожного движения Российской Федерации. А предусматриваются ли штрафы за нарушение этих правил? Конечно. За нарушение практически всех правил дорожного движения Российской Федерации предусмотрены санкции в виде штрафов, либо лишения права управления, в зависимости от того, какая санкция, какая статья. От чего зависит, выпишите ли вы водителю штраф или просто предупредите? Водитель должен всегда понимать то, что если он нарушает правила дорожного движения, статьи Кодекса административного правонарушения, в любом случае последует санкция. Каждый водитель должен это понимать. Либо протокол, либо постановление будет на него выписано. Хотелось бы от лица госавтоинспекции Карачаева-Черкесской республики попросить наших уважаемых гостей нашей республики, также местных жителей, о том, чтобы они всегда соблюдали правила дорожного движения, ни в коем случае ими не пренебрегали. Приезжая сюда к нам на отдых, либо если вы местный житель, передвигаясь по своему району, будьте всегда внимательны, будьте всегда аккуратны. Дорога ошибок не прощает. Хотелось бы пожелать нашим уважаемым водителям, чтобы они всегда возвращались домой к семьям, какими они уезжали от них, такими, чтобы они к ним в здравии возвращались. Роман Муратович, спасибо за беседу, за то, что вы стоите на страже порядка и следите за тем, как соблюдают правила дорожного движения. До новых встреч! Спасибо, до свидания!